Бывала и наша съемочная группа. Сказка Колобока жила на территории детского сада номер 28. Хитрая лиса, голодный волк, неугомонный заяц. Всех персонажей можно увидеть, если выглянуть на улицу. На каждом участке у нас находится какая-нибудь центральная фигура, главный персонаж этой сказки. Волк, заяц, медведь, лиса. Что позволяет ребятам путешествовать по участкам, совершая прогулку, наблюдать за природой, играть в подвижные игры. Коллектив детского сада уже не в первый год принимает участие в конкурсе. И каждый год стараются удивить не только жюри, но и своих воспитанников. На зимнее время скульпторов превращаются и родители детсадовцев. Зимой мы постоянно помогаем, чистим снег. Вот как раз занимались оформлением, лепили фигуры, раскрашивали. Медведя, паровозика. На той площадке у старшей дочки мы лепили зайца, делали горку. Ребятишки очень довольны тем, что у них появилось много снежных друзей. Наибольшее удовольствие ребятам доставляет катание с горки. Мне очень нравится наша детская площадка. Она так ярко украшена, что я люблю ходить в этот детский садик. На протяжении многих лет детские сады украшают и обустраивают свои территории. Но на городском уровне этот конкурс проводится лишь второй год. С 26 января 2015 года стартовал городской конкурс на лучший зимний и спортивный участок дошкольного учреждения. В конкурсе принимают участие все дошкольные учреждения города Чебоксары. На участках появляются горки, лабиринты, фигуры. Мы хотим выразить слова благодарности родителям, педагогам и детям за активное участие в этом конкурсе. Каждый день экспертные группы осматривают территории детских садов и оценивают их по определенному набору критериев. Яркость построек, тематика оформления, оформление центрального входа. Итоги конкурса станут известны 13 февраля. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.